Это вообще исторический полигон города Энгельса. Вот таким образом его было решено реконструировать. О том, что раньше здесь находились тонны мусора, напоминает лишь эта куча. Да и она, говорят специалисты, через месяц покроется зеленой травой. Отходы теперь будут поступать в цеха сортировочного комплекса. Стекло, пластик и картон по отдельности будут направляться по специальным лентам под пресс. Процесс здесь в большей степени автоматизированный. Однако следить за ним и отбирать фракции из общей кучи мусора все равно будут люди. Это единственный в России полуавтоматический сортировочный комплекс, потому что здесь используется и ручная сортировка. Почему? Потому что морфология нашего мусора не позволяет пока делать полностью автоматический комплекс. Оборудование здесь практически все немецкое, то есть все узлы оборудования, которые являются автоматическим отбором. А, соответственно, конвейеры мы изготавливали на Липецком и на московских заводах. Такие отходы, как, например, листья, ветви деревьев, трава с городских улиц будут поступать в соседние помещения. Это своего рода искусственный торфяник. Биологический мусор после того, как комплекс достроит, будет обретать вторую жизнь в виде компоста. В естественной природе биокомпост образовывается в течение года, где-то в пределах 11-12 месяцев. Здесь технология с использованием техники ворошителей срок сокращен до 3-4 месяцев. Здесь будет живой, уже готовый к реализации биокомпост, который может быть использован как в сельском хозяйстве, с условием, что у нас область сельхозного направления. Я думаю, что в сбыте реализации данной продукции не будет вопросов. Рядом с комплексом площадка, похожая на бассейн. По словам специалистов, это конечная точка переработки, так называемая карта полигона. Отсортированный мусор будет поступать на хранение именно сюда. И хотя на первый взгляд это обычный котлован, на самом деле это сложная инженерная конструкция. Она защищена от проникновения в грунт всех стоков с помощью геомембранной пленки. Сверху пленки устроен дренажный слой. Посередине карты проходит дренажная труба, к которой стекаются все стоки, которые проникают от осадков, выжимаются из мусора. И через систему фильтрационных колодцев эти стоки поступают в септик. Когда полигон заработает в полную силу, он избавит от мусорных свалок сразу несколько районов левого бережья. Аналогичный, по словам чиновников, появится в скором времени и на правом берегу. Я надеюсь, и следующий завод, который будет на правом берегу и обесвечивать все районы правого берега, будет на такой же основе. Потому что эта схема достаточно хорошая, правильная и она всех устраивает. Новый комплекс почти полностью готов. В июле планируется его первый запуск. Эллада Абжалимова, Станислав Жижин, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов.